Вот Андрей Александрович Родионов, доцент кафедры медицинских информационных технологий и организации здравоохранения в Тверском государственном медицинском университете. Пожалуйста, вам слово, потом мы будем вместе в эфире, я пока выйду. Хорошо, глубоко уважаемый, спасибо, глубоко уважаемый Павел Андреевич. Пойдет, для затравки, помолясь, приступают. Итак, ну прежде всего, что такое магическая пуля? Ну, существует легенда, что впервые этот термин использовал Паул Эрлих, создатель последующего Сальварсана, то есть препарат, который использовал для лечения сифилиса. Я просто немножко напомню. Был он на опере, смотрел «Волшебный стрелок» и слушал, соответственно. И идея от пули, которая попадает туда, куда нужно, вне зависимости от направления выстрела, и от условия этого выстрела, ему очень понравилась. Ну, соответственно, Сальварсан, магическая пуля, термин или волшебная пуля, как мы его говорим, он, в общем-то, устоялся, его используют уже практически, уже более ста лет его используют. В том числе разные совершенно люди, ученые, в том числе и мой учитель Теодор Тульчинский, профессор из Израиля. Дай Бог, чтобы все у него было хорошо, особенно в это тяжелое время. И, в общем-то, использовали удачные термины, специфическое вмешательство, оно прерывает процесс болезни, оно подтверждено исследованиями. Чаще всего это исследования, если мы говорим о клинике, клинические, но иногда это эпидемиологические исследования. И так продолжалось очень долго, пока не вмешались пиарщики, которые профессионально используют также термин «волшебная пуля» или «магическая пуля» для своих не очень, скажем, понятных и не всегда хороших целей. Кстати, о пиаре мы тоже немножко сегодня поговорим. Итак, поговорим-то мы сегодня как раз о дженнере, о вакцинации, о оспе. Оспа впервые описана, напомню, краткое содержание предыдущих серий, напомню просто историю вопроса. Считается, что она описана впервые в X веке, во всяком случае это заболевание узнаваемо, начиная с X века. Первоначальность считалась детской болезнью, смертность иногда от нее превышала 40%. Если мы посмотрим наши прекрасные советские учебники по инфекционным заболеваниям, мы знаем, что там существует два серотипа. Летальность одного 5%, летальность другого 15% и так далее. Оспа помогла испанцам в Америке, существует многочисленные утверждения о том, что подбрасывали сестренное одеяло индейцам, и индейцы заболевали, погибали от оспы массово целыми племенами фактически. Неудивительно, если это было на самом деле, история уж очень похожая на правду. Ну и возникла, конечно, со временем возникла концепция в реалиации, ну и процедура в реалиации, которую используют врачи. Как наше все, Китай, конечно, объявляет себя первым предшественником, создателями в реалиации, кроме пороха, бумаги и разных прочих безобразий, в том числе и коронавирусов, они еще и придумали в реалиацию. Ну, тут трудно проверить, трудно проверить. После этого из Китая, якобы из Китая все это попало в Османскую империю, в Стамбул, из Стамбула в Англию и из Англии в Россию. В частности, есть такой исторический момент, например, Екатерина II и ее сын были инокулированы предводным врачом, он был англичан. А вот, например, французский король практически почти современник Екатерины и Павла, Ледовида XV, он и Братовский. Вот просто исторические такие факты. С другой стороны, и существовали врачи, британские прежде всего, которые занимались в реалиации, имели с этого неплохой доход. В чем смысл? Да, мы берем содержимое оспенных пузырьков переболевшего человека, если он выжил, значит, наверное, что-то такое, значит, есть вероятность, что и другие, наверное, выживут. И содержимое оспенного пузырька, этого переболевшего человека, мы втираем куда-нибудь чаще всего в конечность в руку другого человека, и тогда он заболеет оспой, но, скорее всего, он таки не умрет. Разумеется, никаких свидетельств этому научных никаких не было. Но, в реалии, это был достаточно выгодный бизнес. Пока Эдвард Дженнер не обратил внимания, ну, наверное, может быть, он даже не был первым, но он, во всяком случае, первый, кто этому дал ход. О том, что скотница не болеет человеческой оспой, по-видимому, самого понятия иммунитета еще не было, но переводят на современные термины, что после контакта с коровьей оспой, после того, как человек контактируется с коровьей оспой, он приобретает иммунитет, невосприимчивый с коспой натуральной. Ну, часть не только натуральной, скорее всего, еще и госпи-обезьян, про которые сейчас идет масса разговоров. И наступает какое-то время, несколько десятилетий, идет прямо совсем оголтелый пиар, и кто с другой стороны, но в основном, конечно, со стороны разрушающегося бизнеса в реалии артов. Ну, вот вы видите здесь примеры нескольких гравю. Первая слева, это Эдвард Дженнер выгоняет вариоляторов, вторая, это как раз наоборот, черный пиар на Эдварда Дженнера, но мне больше всего нравится картинка здесь снизу, не очень хорошо видно. После вакцинации вырастают коровы из разных частей тела, у кого-то изо рта, у кого-то, простите, совсем с противоположного момента, у кого-то на носу вырастает корова. Черный пиар, потому что и волшебные пули, они тоже у эпидемиологов украли, и у специалистов в области общественного здравоохранения. Возвращаясь к ОСПИ, массовая программа вакцинации, я сейчас официальную версию, охватывает весь мир, в 1978 году ВОСПа возглашает исчезновение ОСПа на Земле. При этом есть некие выкладки, во сколько это обошлось, основной вклад Советского Союза был, конечно, сама вакцина, даже рассчитан на предотвращенный ущерб, 1 миллиард долларов в год. Это что касается официальной версии, то, сейчас я вам немножечко о других фактах расскажу, это аналогия, напрямую про ОСПУ данных такие я искал, очень старался, не нашел. Это некая статья, статья МакКимли по-видимому супругов Джона и Сони, может быть, брат и сестра, не знаю, которая касается смертности, стандартизированных показателей смертности от 9 общих инфекционных заболеваний. Рисунки из этого взять, можете видеть, источники. Итак, что мы сначала видим? В левом верхнем углу корь. Мы видим сначала, да, кстати, с 1900 года по примерно 1970, статья года 73, если я не ошибаюсь. Если интересно, могу посмотреть точно эту статью, даже распечатку найти. Итак, мы видим, что смертность, стандартизированные показатели смертности от кори сначала снижаются фактически до нуля, а потом появляется вакцинация. Движемся дальше, чуть ниже, туберкулез сначала снижается, это Соединенные Штаты, данные из Соединенных Штатов. Сначала смертность снижается, ну, очень сильно, в десяток раз по меньшей мере, а может быть и больше, в 20 раз потом появляется первое лечение, специфическое лечение из-за неозид. Право сверху, скарлатина. Сначала снижается смертность, практически, ну, практически до нуля в этом масштабе, и затем появляется специфическое лечение пенициллин. Справа снизу брюшной тиск. Сначала снижение смертности, потом появляется, ну, ромфиникол, левомицитет наш любимый. Дифтерия. Внизу, слева, сначала снижение смертности, значительное в разы, потом появление токсина, да, на токсине. А грипп справа, сверху, сначала, ну, видно здесь, это Соединенные Штаты, видно здесь зубец, который связан с, господи, с испанкой. Дальше, снижение смертности, появление вакцины. Как ли уж, снижение смертности почти в два раза, а может быть даже и поболее два раза, и появление вакцины. И только полиомиелит выбивается несколько из этого ряда, мы видим, что есть некое снижение, потом стабилизация, и вот вакцинация, появление вакцины, ну, Толковская вакцинация, американская, привела к снижению смертности стандартизированной. Но мой любимый вариант, это слева, возвращаемся слева, сверху. Пневмония. Что мы видим? Снижение смертности в разы предшествует появлению первых антибактериальных препаратов. То есть, мы считаем, когда говорю иногда студентам, мы считаем, что мы научились лечить пневмонию. Вот пневмонию так не считаем. И сейчас, если есть возможность, я бы хотел сделать некую паузу. Павел Андреевич, может быть, вы сейчас тогда, мы с вами какую-то дискуссию затеем, а потом у меня там будет небольшое завершающее слово на три минуты. Спасибо. Ну, что, тогда надо переключить на мои слайды. Значит, ну, я расскажу несколько, как это принято назвать, анекдотов. Да, один из них – это известный завоз ОСПа в Москве в 1959 году художника Кокорекина. Ну, наверняка все про это слышали. Да, значит, первое, чего не слышали, что он был дважды привит. В детстве и перед поездкой. Значит, заболел он после возвращения на следующий день из Индии, госпитализирован, через пять дней умер. Как выяснилось, есть несколько вариантов истории его болезни и смерти. Они не то, чтобы друг другу противоречат, но много разночтений. Значит, диагноз поставлен не был. Через две недели заболел контакт, и у него уже был, этот врач заболел, у него был поставлен диагноз ОСПа. И к этому моменту поставлен было 19 заболевших. Кстати, я не нашел количество общих заболеваний. Первичных контактов было полторы тысячи человек, всего контактировавших первичных, вторичных – девять с лишним тысяч. Что сделали наши власти? Ну, мы же понимаем, как решать проблему. Сначала закрыли на карантин Боткинскую больницу, окружили войсками, туда не впускали никого, кроме, ну, я не знаю, через забор перекидывали или как, но туда завозили продукты, воды и все остальное. Дальше закрыли Москву. Ну, как же, Москву уже закрыть, это понятно. Отменено железнодорожное авиасообщение, перекрыто автодороги. К концу месяца отовсюду поступали вакцины, и было провакцинировано около 10 миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Там разные цифры, где-то написано 6 миллионов, но в сумме, как я прикинул, что в общей сложности под 10 миллионов. Последний больной из числа контактов заболел через полтора месяца после первой смерти. Значит, ну, вызывает уважение работы властей, но понятно, что это абсолютно бессмысленное мероприятие. Ну, так, это то же самое, что локдаун при ковиде. Это то же самое, что окружение Астрахани во время холеры, когда отстреливали птиц, пролетающих в Астрахань. Но при этом арбузы завозились. Ну, вроде бы, вот так выглядит, слушайте, ну, как здорово все. Единственная маленькая деталь такая, что за предыдущие годы ежегодно порядка 100 случаев завозной оспы в стране, в России, в СССР. И чего-то вдруг с Кокорекиным так перепугались. Ответ уже прозвучал на самом деле. СССР встала во главе вместе с ВОЗом на полное искоренение оспы, предоставив всему миру свои залежи вакцин. Кстати, хочу сказать, моя бабушка, служившая в Первую мировую войну, она закончила в 17-м году и успела попасть на фронт сразу. Ансамонна Мартинсон. Она отступала вместе с нашими войсками из-под Риги через Псков, и у нее солдат заболел оспой и не помер. И вообще она написала, что оспы было много. Про вакцину ее спросили, она говорит, да нет, наверное, я не помню, не было. Но все-таки это не настолько уж прямо смертельно заразная болезнь, чтобы о ней так вот закрывать город Москву. Вскоре после этой истории некий Сиренко, это будущий академик, насколько я понимаю, я не знаю, тогда, может, тоже был академиком, написал книгу «В штат второй год. Заносные вспышки натурального успеха». Вакцинальный иммунитет оказался не столь продолжительным, как предполагалось раньше. Как правило, через 4-5 лет, даже после успешной вакцинации, коллективный иммунитет резко снижался, если не исчезает полностью. Какие-то очень знакомые мне слова в этом. В настоящее время непровержимо установлено, что у отдельных лиц, успешно привитых за год и даже менее года до эпидемической вспышки, при тесном контакте с больным оспой, вакцинальный иммунитет не может предупредить возникновение и развитие заболевания. Привитой зараживается оспой. Самым опасным в эпидемиологическом отношении являются нетипичные вариолитные формы заболевания оспы у привитых. То есть они болеют по-другому, и заболевания не диагностируются, и они служат источником инфекции для окружающих. Ну, к сожалению, в случае с Кокоретином наши санэпидслужбы и вообще врачи все допустили фантастический промах. Это промах связан с тем, что они забыли спросить, он только что приехал из Индии. Может, он об этом не сказал, но спросить об этом надо было. И тогда, ну, как минимум, это был бы не диагноз гриппа, от которого он помер, все-таки какие-то особо опасные инфекции. Вот, значит, и вот выводы из этой книги такие, что привитой от оспы не имеет гарантии, что он не заразится. Точнее, скорее всего, заразится, несмотря на сделанную ранее прививку. И иммунитет не сохраняется долго. В отличие от пожизненного после болезни. Ну, кстати говоря, я не уверен, что в 20 веке умирало 40% больных от оспы. Думаю, что процент был многократно меньше. И потом, мы ведь всегда имеем дело с выраженными больными, да, с тяжелыми больными. Перед них много умирает. Но ведь большая часть болеет слабенько, и они, конечно, не умирают. Поэтому общий процент, я думаю, что гораздо ниже. Ну, поскольку я не ожидал, что Андрей Александрович покажет графики, то я покажу вам графики от оспы. Это смертность в Швеции на миллион жителей и связь с вакцинацией от оспы. Вы видите, начало вакцинации приходится на вспышку оспы, да, с огромной смертностью. Принудительная вакцинация, когда всех подряд стали прививать, приходится на период, многолетний период, когда оспы, в общем, уже не было. То есть оспы ушла раньше, чем началась массовая принудительная вакцинация от нее. Известен очень опыт города Лестера, Великобритании, по борьбе с оспой. Значит, младенцев начали прививать в Англии в 1853-71 годах. Я Великобритании оставляю в покое, известно, что от нее умерло больше, чем от ОСС. Это известная история, да, но бог с ней. Это бизнес. А? Бизнес. Бизнес, да. Значит, в Лестере, когда прошла эпидемия 1972-1973 годов, то как-то народ сказал, что эпидемия идет, всех прививают детей, а что их прививать, если эпидемия есть? Они стали прививать все меньше и меньше к 1980 году, ну, за короткий очень период. Уже меньше половины младенцев прививалось и полностью прекратили обязательные прививки в середине 80-х годов. То есть в Лестере с середины 80-х годов не прививались дети. Ну, может быть, кто-то прививался, но это были единичные. Значит, эпидемия ОСПа в Англии, 1992-1994 год. Смотрите, 10 лет прививок, а эпидемия снова приходит. Значит, заболеваемость, 144 случаи на 10 тысяч населения. В Лестере, где оказались от прививок, 20,5 тысяч. Летальность 5,8%. Там, правда, тотальная была госпитализация всех случаев ОСПа. Что они сделали? Они немедленно сообщали о факте ОСПа, госпитализировали заболевшего и отправляли в обсервацию контакт. И на этом в Лестере, в общем, ОСПа прекратилась. Уровень вакцинации в Англии постепенно снижался. В 1948 году, обращаю внимание, обязательная вакцинация от ОСПа в Англии была отменена. А эпидемии не наблюдалось с начала 900-х годов. То есть с начала 20-го века больше эпидемий не было. Какая основная версия здесь? Изменение свойств вируса. Появление нового штамма. Который менее опасен, не вызывает никаких тяжелых заболеваний. Ну и сейчас, но не могу не пнуть в нос, это для меня просто невозможно. Значит, было определение. Стадный иммунитет. Я перепроверил перевод. Стадный иммунитет, так это называется. Не популяционный, как у нас именуют. Это косвенная защита от инфекционного заболевания. Когда популяция обладает иммунитетом, либо благодаря вакцинации, либо иммунитетом выработан в результате предыдущей инфекции. И на ковиде они вдруг берут бабах, меняется определение. Стадный иммунитет, это иммунитет достигнутый, если достиг порог вакцинации. Нормально? Ну, а что там, господумай, шарик направо, шарик налево. Небольшая разница. Ну, я хотел просто сказать, что на самом деле вопросов по Оске очень много. Не исключено, что она есть. И что где-то в Африке случаи встречаются. Во всяком случае, я разговаривал с инфекционистами, они как-то уклончиво говорят, что в общем не исключено, что она есть. Но она точно не носит такого вот смертельно опасного характера. Понятно, что люди не привиты от Оспы и никогда с ней не встречавшиеся иммунитета к ней не имеют. Но, тем не менее, мир как-то, в общем, живет без Оспы уже многие-многие десятилетия. Так, и я хотел ответить, чтобы не уходить, дважды не вставать. Какие лабораторные исследования использовали показания контроля назначения ПААК в постковиде? Никаких. По клиническим показаниям используется, назначается по ПАКе, а контроль за ПАКами не существует. Они не требуют лабораторного контроля. Так, ну, давайте вы заканчивайте, я потом еще, может быть, два слова скажу. Хорошо, спасибо огромное, уважаемый Павел Андреевич. Крайне интересно было. Наверное, мы сегодня друг другу несколько приятных сюрпризов с вами преподнесем. Ну, будем судить после о приятности тех или иных сюрпризов. А сейчас я хотел бы так показать, да, вы уже, в принципе, показали нечто подобное для Оспы, что шикарно. На самом деле, я так и не смог этого найти. А я нашел, я смогу. Обращаюсь к моему любимому ансамду Риблию Римской Католической Церкви, почившему, правда, уже, не знаю уж в Бозе или не в Бозе, Ивану Ильичу. Да, известный персонаж, ненавидим как медиками, вообще врачами, врачебным сообществом, так и педагогическим. Горячо нелюбим за его книги. Интересно, что путь бы человек умер от рака легкого, отказавшись лечиться. После того, как ему был поставлен диагноз, поскольку он имел отношение и мог рассчитать вероятность выживания, он решил не идти на тяжелое, травмирующее лечение и, собственно, благополучно скончался без операции и без химиотерапии, поскольку он понимал, что шансов-то, в общем, не будет. Так вот, книги его просто «Медицинская немезида», «Освобождение общества от школ» и так далее. Многие. Читать достаточно сложно. Например, «Освобождение общества от школ» или «Дескурен со сайте», переведен на русский язык, а язык его тяжеловат. Я думал, что, наверное, может быть, что-то не то с переводом, пока не взялся за вот это вот «Лимиты медицины» или «Медицинскую немезиду». В разных вариантах, в разных изданиях немножко название отличалось ее. Язык действительно тяжелый, он в английском варианте тяжелый, но сейчас вот небольшие отрывочки совсем. Изучение эволюции заболеваний приводит нас к осознанию того факта, что в последние столетия у врачей получалось влиять на эпидемии ничуть не лучше, чем ранее у служителей религиозных культов. Эпидемии приходили и уходили, проклинаемые теми и другими, и не подгласны ни тем, ни другим. Ритуалы, проводимые в медицинских клиниках, влияли на них не больше, чем религиозные ритуалы. Лишь с безусловного принятия осознания этого факта должно начинаться небесполезное обсуждение будущего здравоохранения. Так, еще немножечко совсем, тут просто про другие инфекции. Лучше всего показывает, как медицина заслужила свою незаслуженную репутацию инфекции. В Нью-Йорке в 1812 году смертность от туберкулеза была выше, чем 700 на 10 тысяч. В 1982 году, то есть через 70 лет, когда Кох впервые изолировал и культивировал бациллу, она смертность снизилась до 370 на 10 тысяч. Она упала до 180, когда в 1910 году был открыт первый противотуберкулезный санаторий. Хотя туберкулез все еще сохранял второе место в списках причин смерти. После Второй мировой войны, но до того момента, когда антибиотики стали обычным методом лечения, туберкулеза, он переместился на 11-е место со смертностью в 48. Почти двадцатикратное падение, ну, пятнадцатикратное, да. Холера, дизентерия и сыпной тиф аналогичным образом дошли до своего пика, затем снизились независимо от контроля врачей. К тому времени, когда их этиология стала понятной и появилась специфическая терапия, эти заболевания уже во многом утратили свою верулентность и потому свое значение. Так, не это хочу сказать. Мне вот это нравится фраза. Фраза гениальная. Сразу четыре закона распределения ресурсов в здравоохранении, включая закон Алькапоне. Тот факт, что врачей больше в тех местах, где заболевания встречаются реже, не связан с тем, что врачи могут избавиться от них или хотя бы контролировать. Это просто означает, что врачи размещаются там, где они хотят, имея для этого больше возможностей, чем другие профессионалы. И что они склонны собираться в тех местах, где климат является относительно здоровым, вода чистая, люди имеют работу и могут заплатить за их услуги. Вот поэтому я сегодня не в нашей Тверской терапевтической секции, а в Московской. Спасибо за внимание. Я, наверное, закончил на это. Спасибо, да. Ну, вопросы давайте. Сейчас мы посмотрим. По какой причине ушла с ОСПО, какие факторы повлияли, почему она сейчас появляется снова? Ну, во-первых, снова она не появляется, она просто не до конца ушла. Но, скорее всего, как болезнь изменился штамм вируса. Это обычная история со всеми инфекционными заболеваниями. Они постепенно вырождаются, на их место приходит новое. Я бы сказал бы прекрасную фразу, может быть, она когда-нибудь заслуживает внимания, чтобы стать крылатой. Каждый паразит мечтает где-то в глубине души стать сопрофитом. Нет нужды убивать хозяина, если ты можешь получать больше ништяков из того, что с ним благополучно сосуществуешь. Спасибо. Да. Ветряная ОСПО. Ветряная ОСПО – это совсем другая тема, это просто похоже на ОСПО. Когда можно физические нагрузки после перенесенного ковида? Не знаю, из постковида нет, но постепенно. Но не надо перегружаться. Мы очень много видели, когда люди начинают заниматься фитнесом каким-то, и у них прямо лезет постковидный синдром на это. Поэтому спокойнее. Так. Разговор не о ветряной. Интересно сравнение летальности среди привитых и непривитых. Кто есть на эту тему? Боюсь, что ничего нет. Ничего нет. Знаете, вообще вот интересно, когда начинаешь задавать вопросы по научным, так сказать, подходам ко всяким прививкам, вдруг выясняется, что ничего нет, нет информации. И она не то чтобы скрыта, ее просто никто даже не пытался получить по-человечески. Так, Сиренко, ДМН, профессор, с 43-го по 50-й был министр Дагестанская СССР, в 63-ю замминистра Ухранения СССР. Ну, может быть. Но, насколько я знаю, все-таки до академика дорос. Вот, поэтому я не могу найти его ссылку на его книгу. Я нашел только фотографии его страниц, которые я привел. Саму книгу я, к сожалению, не видел. Значит, Альфред Рассел Уолл в своих работах писал, что Дженнер подтасовывал данные в пользу вариоляции. Слушайте, ну, прошло 200 с лишним лет. Мы найдем... Это очень интересная тема. Есть свидетельства и одного, и другого. Там пиар был, друг друга просто мочили. Мы думаем, что мы сейчас вот этим черным пиаром развлекаемся. На самом деле, далеко нет. Мы, на самом деле, дети, в сравнении с тем, что было тогда. Поэтому сейчас установить факты, это крайне сложно. Да, я думаю, что с фактами мы никак не разберемся. Ну, неважно, за что он там топил. Мы еще забыли сказать о том, что вакцину перевозили на детях, да, помните эту историю в Америку? Когда загрузили вакцинированных детей с оспой и невакцинированных. И в процессе перевозки перевивали детям с тем, чтобы привезти свеженькую вакцину. Не помню, в Бразилию ее везли или куда, но, в общем, куда-то в Южную Америку. Ну, тоже так, вполне по-человечески, ничего особенного. Детей взяли в качестве лошадей. А, коров, коров, коров. Так, Павел Андреевич, наблюдаете ли вы уменьшение тяжести повторных ковидов у одного и того человека? Да, обращаются люди одни и те же, ну, просто меняется симптоматика потихонечку, она разная. Я специально не занимался этим, так сказать, не анализировал, но то, что одни симптомы уходят, другие приходят, да, это так. Могут ли множественные очаги в глиозе в белом веществе образоваться вследствие ковида, в постковиде или вследствие вакцинации? Да, могут. Ну, только не глиоз, это называется доминизирующее заболевание и хорошо видно на МРТ, я это показывал, 50 очагов в головном мозге и мы пролечили плазмфорезом с совершенно потрясающим эффектом. Все быстро ушло. Ну, это можно посмотреть, весной я где-то несколько раз показывал эти слайды. Вот. Так, ссылка на книжку. Спасибо, если есть, потому что я не смог найти. Кто-то написал, что она в свободном доступе, но я посмотрел, очень много людей пишут, что мы не можем найти, не можем найти. Так, работают ли прививки от гриппа против ковида? Но они даже от гриппа не работают, потому что от ковида, тем более, какое отношение к ковидам имеет к гриппу. Так, в лаборатории США и России хранится возбудитель натуральной оспы. С какой целью? Ну, а что же их выкидывать, что ли? С какой целью? Ну, у нас же оспа была такая болезнь. Значит, все, что есть вообще, на самом деле, есть огромные лаборатории, специализирующиеся на том, что хранят всех возбудителей, которые только выявляются. В Соединенных Штатах я знаю, что эта работа налажена очень хорошо. У нас не уверен в этом, хотя тоже такие лаборатории есть. Ну, и история, например, возникновения болезни легионеров связана с тем, что легионелла, которая покосила ветеранов, вьетнамской войны в гостинице, она была обнаружена как раз вот в таком учреждении, где хранятся все возбудители. Ее там нашли, да, она есть, она была известна. Просто не было вот такой вспышки ни разу, на нее никто не обращал внимания. Ну, легионеллез, вы знаете, легко лечиться, это не сложная болезнь. Но, тем не менее, вот здесь сработала система как раз, поиска таких вот возбудителей. Так, еще вопросы. Ух ты! Писана эффективность между привитыми и непривитыми. Ну, вы даете. Друзья мои, мы специально делали, специально делали мета-анализ, систематический обзор по этому поводу. Нет ни одной группы, где доказана эффективность, эффективность вакцинации от гриппа. Ни одной. То есть, у вас появляется, например, группа какая-нибудь там, пожилые, больные, в домах, престарелых. Отлично. Вот у них все снижается, они дольше живут. Проходит год-два, выходит новая статья, где написано, нет, в домах, престарелых, есть пожилых, прививать ничего не происходит. Но, если прививать персонал, то вот происходит очень хорошо. Проходит несколько лет, выходит статья, нет, персонал тоже не работает. Ну, и так далее. То есть, это обычная история. Нет доказательств. Вроде бы, на тот момент, когда мы опубликовали эту работу, вроде бы была эффективность по Хоблу. Да, что у Хоблу, у больных с Хоблом, прививка снижает частоту. Но, поскольку мы потом это не делали, исследование, то, я думаю, с тех пор прошло много времени. Можно посмотреть, я думаю, что Хоблу тоже не работает. Нигде, ни в одной группе нет никаких данных об эффективности прививки от гриппа. Так. Ну, хорошо, тогда, Андрей Александрович, что-то еще скажете? Ну, как показал уже, пожалуй, единственные у нас есть факты, это все-таки полиомиелит. Вот полиомиелит, да, прививочная компания. Опять же, тут можно, не факт, что одно и то же заболевание, один и тот же тип полиомиелита был у нас и в Соединенных Штатах, кто может так мне сказать. Но вообще-то на самом деле эффективность какая-то была от прививки. Ну, мы же не говорим, что все не работает. Так, в последнее время стали вспоминать про ОСП, то вакцину новую изобрели. Каково мнение по поводу снова сценария ОСП 2.0? Ну, вы знаете, любой сценарий инфекционных заболеваний возможен в любое время. Он на самом деле уже реализуется. Средства массовой информации, если обратно, околомедицинские, пестрят о том, что ОСП обезьян косит африканцев целыми деревьями. Но просто про это не совсем медийные события. Кто там, что там, умер в Африке. В конце концов, это не политкорректно, но приходится про это сказать. Про это говорят. Но другое дело, что с ОСП обезьян, по-видимому, мы тоже очень давно контактируем. Так что, скорее всего, маловероятно. Надо ждать другую пандемию. Кто-то другой придет, как счастье. Ну да, я думаю, что это постоянно появляются новые. Единственное, что надо прекращать, стращать народ, пугаться, потому что, на самом деле, есть такая проблема. Все инфекции одинаковые. Вне зависимости от того, что вызвало инфекцию, не все реализуются через гиперкоагуляционный ДВС-синдром тяжелый и так далее. А мы это умеем лечить. И вне зависимости от того, какая инфекция, мы хорошо помогаем при всех таких заболеваниях. Даже страшный Эбола, про который сказал, Эбола, Боже мой. Прекрасно лечится плазмоферезом, антикоагулянтами. Есть опыт в России, кстати говоря. Вот. Поэтому дышите ровно. Надо просто лечить хорошо. Это так же, как с чего я начал про раки. Да, что вся профилактика, она оказалась довольно бессмысленной. А лечение, лечение очень хорошо помогает. Давайте направим наши усилия на лечение, на то, чтобы избавить людей от тяжелых осложнений и, соответственно, смерти. прививки, которые используются в армии какие-то другие в Штатах, так и в России, если знаете. Знаю, да. В армии убивали детей, мальчиков, прививками делаем, по-моему, десяток сразу. У них сразу развивался спидоподобный синдром, они заболевали воспалением легких. Вы только не найдете ссылок на это. Это изустная информация. Заболевали воспалением легких и помирали. И вы прекрасно помните вспышку пневмонии несколько лет назад, ну, там, лет 10 назад в армии. Потом эту всю тему закрыли, но известно, что это было связано с прививочной кампанией, потому что они когда приходили, сразу ставили все прививки, какие только можно. загущают кровь в прививке нет. Это я такого термина не знаю, что такое загущает кровь. Мы говорим про шиповидный белок при ковиде. Вроде бы он может вызывать гиперкоагуляцию, но я тоже в этом не уверен, у меня таких данных прямых об этом нет. Ну, хорошо, давайте на этом мы тогда закончим сегодняшнее наше собрание. Спасибо всем, кто поприсутствовал, послушал. Я надеюсь, что получилось интересно, мы продолжим тему волшебных пуль дальше обсуждать. Всего хорошего.